Лето – это обострение детского травматизма, говорят врачи. Маленьких пациентов в поликлинике появляется в три раза больше, как только за окном становится тепло. Какие детские развлечения медики считают самыми опасными? Об этом и другом узнала Ксения Тойчкина. Обыкновенная качеля во дворе, каких множество. Казалось бы, что в ней может быть опасного? Так думает большинство. Хотя у врачей на этот счет свое мнение. Детская площадка старого образца. Не место для игр без присмотра, говорят врачи. Как показывает практика, чаще всего именно отсюда дети отправляются в травматологическое отделение. Ситуация обостряется каждый год в мае, как только на улице становится тепло. И в горбольнице номер три к потоку пациентов готовы. Он увеличивается в несколько раз. Сейчас сюда ежедневно поступает до 50 детей с травмами различной тяжести. К счастью, травма возросла достаточно легкая. Тяжелая травма незначительная, мы отмечаем рост. А легкая травма значительно увеличилась. Остались ссадины, ушибы, растяжение связок, нетяжелые переломы конечностей. Возросло количество укушенных детей животными, потому что они больше времени проводят на улице. Много поступает детей с укусами клещей. Тех, кто получил незначительную травму пока больше после осмотра и оказания первой помощи, такие пациенты отправляются домой. Но есть и те, кому приходится задержаться в больнице на несколько месяцев, а то и больше. Ксения Глушакова, например, не покидает стационар с декабря прошлого года. Я на протяжении полугода уже со сломанной ногой. Меня сейчас переводят в другое отделение, потому что у меня суставы разрушаются. Я лечилась от переломов и совсем другое получилось. Сейчас в стационаре около 100 пациентов, большинство дети. Именно они чаще всего получают травмы, говорят врачи. Кости хрупкие, поэтому переломы бывают сложные. Хочу предоставить тренингинограмму пациенту, который упал на улице, катаясь на велосипеде. И получил достаточно сложный перелом костей предплечья со смещением, которое достаточно сложно лечить. Пока после проведения сопоставления тонков, так называемой репозиции, получили достаточно удовлетворительное положение тонков, но нет гарантии, что он удержится. Возможно, придется и оперативно лечить предприниматель. Пока врачи наблюдают, как срастаются кости у Богдана Сергеева. Это он неудачно упал с велосипеда. Такой, ну, не упал прям с велосипеда, а хотел с горы прям съехать, столько маленькой, и упал на руку вот так вот. Больше не буду кататься. Вообще? Да. Почему? Ну, не знаю. Боишься? Да. Еще больше мальчик боится операции. Если что-то пойдет не так, без нее не обойтись. У тебя уже сколько дней так ты лежишь? Ну, день считал. Много уже лежишь? Тебе рентген еще контрольный вид не делали? Делали. Когда делали? Ну, вот вчера. Пока Богдан только ожидает вердикта врачей его сосед по палате, Слава Баяков не может дождаться операции финальной. Мальчик получил сложный перелом, когда играл в футбол. Медикам пришлось установить в руку спицы. Мне сделали операцию тогда, когда я в подвешенном состоянии уже пролежал. Сказали, что не помогло. Вот. Мне сделали операцию и все нормально. И потом я с мамой немножко полежал и поехал домой. Ну, и только у меня были спицы. И сейчас они у меня есть. И в пятницу будут вытаскивать спицы. Пациентов и так много. А врачи говорят, что скоро их станет еще больше. Близится сезон отдыха школьников в летних лагерях районов области. Для них в Чернолучье открывается круглосуточный здравпункт «Зеленая роща». В его штате врач-педиатр, травматолог, медсестра. Их задача – оперативная помощь от травм и ушибов. Для того, чтобы детям эта помощь была оказана быстро и качественно. Такими сотрудниками, которые работают там, это врачи высшей категории, квалификационной категории, травматолог, ортопед и педиатр. Быстро оказанная помощь – это профилактика осложнений, таких как гнойно-септические заболевания. Если травма окажется тяжелой, то ребенка смогут быстро доставить в город. Дравпункт оборудован санитарным автотранспортом, который также работает в круглосуточном режиме.